Это специальная огнеупорная краска, специально для технологии ЛГМ. Защитить пеномодель при заливке от контакта с песком, придать жесткость, прочность пеномодели. Вот что означает безотходное производство, да? Да. Мы провели дополнительные испытания и теперь официально разрешаем топить нашу печь на угле. Здравствуйте, друзья! Уверен, что многие из вас помнят ролик, когда мы посещали производство компании Теплодар и наблюдали за созданием печи Былина. Сегодня мы вновь едем в гости по приглашению компании Теплодар, но на сей раз мы будем наблюдать за процессом создания печи Верона. Итак, приготовьтесь, нас ждет очень много искр, расплавленного металла, но обо всем по порядку. Александр, я так понимаю, здесь все и начинается, да? Да. В общем, литейный цех по технологии ЛГМ начинается с приготовления полистирола. То есть, исходное сырье, можем посмотреть, полистирол, мелкие гранулы, да? Среди прочего, в этих гранулах находится вещество под названием пентан. Полистирол загружается в это устройство, оно называется предвспениватель. Здесь получается давление, температура, все перемешивается, парит, бурлит, и пентан в полистироле начинает закипать. И тем самым, немного его расширяя. Это называется предвспенивание полистирола. Потом он попадает в эту ванну, сушится в течение примерно трех часов и поступает через пневмосистему. О, да-да-да, огромная пневмосистема. Да, и в бак, в силосы для вылеживания. То есть, он должен еще вылежаться какое-то время, прежде чем пентан снова сконденсируется в этом полистироле. И его можно будет использовать уже на следующем участке. За этой стеной у нас находится как раз хранилище. Да, видно, вон там полистирол сыпется. Далее, полистирол, который мы предвспенили, высушили и отлежали при помощи задувного устройства, задувается в пресс-форму. Пресс-форма, она состоит из двух частей? Ну, это простая пресс-форма. Конкретно эта из трех состоит, да? Вот. И пресс-форма... То есть она полая внутри? Да, полость пресс-формы полностью, с высокой точностью повторяет будущую модель, которая нам нужна. Эту пресс-форму мы помещаем в автоклав. Там также температура, давление, полистирол, вот этот приспениванный, пентан этот, снова вскипает, он начинает расширяться, расширяться, а он же ограничен объемом пресс-формы, расширяться ему больше некуда. И шарики расширяются, расширяются и начинают как бы входить друг в друга, да? Это называется уже вспенивание полистирола и изготовление модели. И на выходе у нас получается вот такая модель. Это конкретно модельный автомат, по сути, это автоматизированный автоклав. То есть здесь происходит задувка полистирола автоматическая, ее спекание, охлаждение и вакуумирование. И потом пресс-форма раскрывается, и оттуда достается готовая пеномодель. Это позволяет значительно сократить время выхода одной модели? Да. Прямо несколько раз, по-моему, где-то, да? Ну, я думаю, в 2-3 раза где-то. Потому что для больших деталей, соответственно, и пресс-форма тяжелая. Ее надо загрузить, вдвоем это нужно делать, конечно же. Спечь ее и потом еще охладить, в ванну бросить. Это все, да, долго, много времени занимает. Александр, вот проходя по цеху, я увидел какие-то изделия совершенно новые, да? Я их еще не видел в серийных изделиях. Это что такое? Это новые чугунные дверцы для пучей Беллина. Ага. Так, а то есть стальная дверца уходит, и на смену приходит чугунная дверца? Да я, конечно, на этот вопрос не могу на 100% ответить. Это, наверное, к отделу продаж. Но я думаю, можно будет выбирать. Хочешь стальную, хочешь чугунную, какая нравится. Они, кстати, будут как вот в исполнении с панелью, да, так и в исполнении под стекло. Ну вот, точно. Я как раз и предполагал, что само наличие вот такого орнамента, да, рисунка, не прохожу. Вот само наличие такого орнамента, рисунка, оно подразумевает, что возможно модификация под стекло. Как интересно. Вот та самая ножка, которую мы видели у вас в пенопласте, в пенополистироле, выглядит уже отлитой вот так вот, вполне симпатично. Блестит. Но все равно она будет окрашена потом черной, к нему, органической эмалью. Цвет основного изделия. А здесь у нас на выходе с дробеструйной машины это вот панель ящика зольника. Вот эта крышечка, на нее будет крепиться ручка, и будет такая симпатичная дверца. Вероны. Здесь происходит сушка. Ну, здесь у нас конкретно эта сушка, так скажем, комбинированная. Здесь и пеномодели сушатся, и уже готовые эти модельные блоки, ну, их все называют кусты. Соответственно, здесь нагревательные элементы, осушитель, да, чтобы здесь не превращалось в баню, чтобы здесь было сухо. И все, и модели сушатся. Мы расскажем нашим зрителям, зачем они, вот эти пенопластовые модели, обмазаны, да? Но это, наверное, уже на следующем этапе. Точнее, на том этапе, который предшествует как раз сушке. Да, все верно. Это участок склейки полистирольных моделей. То есть здесь девушки при помощи термоклея и вспомогательных материалов, там, малярный скотч, специальная мастика, превращают уже отдельные элементы, превращают в готовый вот уже модельный блок. Готовый для дальнейшей покраски. Что за материал, которым обмазывают? Это специальная огнеупорная краска, специальная для технологии ЛГМ. Там на 90 с чем-то процентов она состоит из огнеупорного элемента. Она конкретно нужна, чтобы защитить пеномодель при заливке от контакта с песком. Это ее одна функция. И вторая функция, это придать жесткость, прочность пеномодели. Потому что пеномодели, они, понятно, полистирол очень гибкий материал. Она потом в дробеструйной машине, то, что от нее осталось, ее удаляют. Да, да. Здесь у нас сушка для крупных моделей, здесь попросторней. Вот, здесь мы сушим вот топки от былины и корпуса от вероны. Вот, нам интересно будет, конечно, узнать, как происходит процесс отливки этой печи. Печь-то очень интересная. Совсем скоро вот эти две формы будут помещаться в емкость, установленную на вибростолк, засыпаться песком и уже пойдут на отливку. Продолжение следует... Вот что означает безотходное производство, да? Да. Это часть высечки какой-то, да? Да, это от производства котлов. Ну и печей от обительных, наверное. В общем, это отходы с лазера, с лазерной резки. Ну вот, он загружает ее в печь. А на каком этапе добавляется графит? В самом начале. В самом начале. На дно. Сейчас уже не увидим, да? Нет. Вот они металл только слили, последний, да? Он сразу же туда ведро графита, другие лигирующие материалы и потом уже металл. Перед тем, как делать плавку, мы пойдем, я так понимаю, в лабораторию и посмотрим, все ли у нас хорошо с химическим составом чугуна, который планирует. Конечно, да. Он возьмет пробу. Отольем пробу, да? Да, это называется кокиль. Отольет пробу, обточит, и мы ее на спектрометре прожгем. Если что-то не будет не хватать, то мы добавим, дешихтуем. Давай попробуем провести химанализ той отливки, которую сейчас сделали. Да, устанавливаем, в общем, образец. И, 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 начинаем анализ. Так, вот это последнее 22-23С. Это то, что мы сделали сейчас. И можно посмотреть состав, химический состав отливки. Отливки, то есть, здесь мы можем уже судить, какой на выходе у нас получается чугун. Да, конечно, у нас вот здесь табличка, то есть 3,4 углерода, 1,8 кремния. То есть, у нас вот конкретно сейчас подпадает очень хорошо под СТ-25, что не может не радовать. Самое главное, вот показатели чугуня, серо-фосфор, да? Серо-фосфор в 10 раз ниже, чем по ГОСТу. Это как раз вот вопрос о том, что мы на хорошей стали работаем, да? Потому что серо-фосфор дают хрупкость чугуну. А здесь она, как видно, очень-очень низкая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Верона хоть печь и новая, но уже успела попасть в музей компании Теплодар. Вместе со мной в кадре сейчас Дорохов Иван, один из соавторов этой печи. Вань, привет! Привет, да. Слушай, ну мы уже у себя в ролике подробно рассматривали конструкцию, но здесь, я так понимаю, уже что-то видоизмененное. Давай начнем с того, что визуально не изменилось, но для клиентов это плюс. Это то, что мы теперь точно официально разрешаем топить нашу печь на угле. Так, и толщина дна 18 миллиметров. Мы провели дополнительные испытания, и теперь официально разрешаем топить нашу печь на угле. Далее мы доработали наш существующий отбойник и ввели такой довольно-таки простой элемент в виде упора. Теперь, когда при сборке, при упаковке нашей печи отбойник будет установиться и будет надежно зафиксирован. С одной стороны, ему будет не давать перемещение задняя стенка, с другой стороны, как раз вот этот отбойник. Ну и, наверное, одно из тоже главных замечаний было, первое, которое мы получили сразу же, как наша печь появилась на рынке, это то, что, ну, весьма проблематично собирать, потому что поставляется на без ног. Мы это учли, мы вас услышали, и теперь наша печь в обрешетке, но на ногах. О, вот, друзья, вот что канал Фарнакс Фим Животворящий делает. Иногда люди задают вопрос, зачем мы сделали такой, извиняюсь, такой хитрый ящик-зоник вот этим вырезом. Он объясняется, на самом деле, все очень просто. Так как у нас есть специальные здесь элементы, и как дизайна, и золо-уловитель, так скажем, в передней панели, мы сделали вот этот вырез, чтобы было удобнее управлять режимом горения, выдвигать ящик-зоника. То есть, немного его выдвинув, у нас уже есть необходимый подсос воздуха снизу, чтобы управлять горением. Вань, вы спрятали стекло, жаростойкое стекло за вот такой фигурный элемент. Насколько вообще хорошо видно пламя? Насколько хорошо очищается стекло? Да, мы прекрасно понимаем, что основа и сердце этой печи, то есть, все-таки ее дверцы и визуальный контроль над пламенем, поэтому учли этот момент. Во-первых, ввели специальную задвижку, которая подает воздух для его очистки. Это как принцип реализации любом нашем или в другом камине. И дополнительно сюда ввели такую пластинку, которая как раз неспроста, здесь есть отгибчик, который направляет как раз поток воздуха для очистки. Проводили неоднократные испытания. Стекло очищается буквально считанные минуты после того, как оно закоптится. Ну что ж, благодарим компанию Теплодар за приглашение на производство. Всегда очень интересно наблюдать за тем, как рождаются печи. Сегодня мы увидели, как отливается корпус печи Верона. Увидели, как выглядят заготовки для ее производства. Выяснили, какие изменения произошли в конструкции Верона. И узнали, как будет выглядеть новая дверца, чугунная дверца, для банной печи Былина. Эти и другие печи от компании Теплодар вы можете найти на сайте fornax.ru и в магазинах сети Fornax в городе Новосибирске. Приглашаем вас в гости. Заходите почаще. Будем вам рады.